здравствуйте ребята понеслась сейчас будем заходить туда я думаю мы предварительно должны конечно же бафнуться правда викония как ты думаешь какой нет мэтшу дай викония что-то на самом деле элементарную защиту от страха и наверное давай элементарный блес а далее по обстоятельствам такие легкие бафы первого уровня закинем и посмотрим ешима оставлять ли здесь ловушки на случай если нам придется убегать посмотрим думаю не обойдемся без ловушек сегодня просто заходим просто заходим в южный склеп о боже мой что сейчас начнется так видим какие-то такие как в пирамидах хеопса прямо ну вот эти все южные вещи тяжелый смарат смерти атакует ваши ноздри ряды границ тянутся вдоль зала и вы слышите кое-какое шарканье внутри них но я думаю же хера самое время призвать твоего элементаря невероятного куда-то сюда во что еще сделать викония может сразу давай сразу выгоняй выгоняй и поиск ловушек конечно же потому что как же без ловушек что еще можно сделать а можно свои ловушки поставить на самом деле призвали и лима давай-ка ты здесь поставишь и шима ловушку если нам придется убегать потому что страшно немножко но кажись ловушек никаких нету яшима пикони изгоняет нежит яшима провалил провалил джордж и ловушки не находит ничего абсолютно так ну же хера она нашли ловушки в глазах вот этой девы на полу тут смотрите куча дверей дешевка убожество но неплохая площадка для бойны на для бой не надо признать говорит коран знаешь же хер ты давай тоже поиск ловушек к стани и сюда нам надо очевидно открыть эти все двери и обезвредить эти ловушки и шима идешь вперед а шо еще делать шо еще делать а папа здравствуйте зомби вышел пожиратель какой-то вышел слушайте ну неприятный противник давай зомбями мы справимся это что такое еще один пожиратель в окружении мы сразу да а это что такое это скелет воин шима надо бы обезвредить эти ловушки но по-моему сейчас нужно перегруппироваться не знаю кто что делает пожиратель выглядит опасным пожиратель потому что похож на морок какой-то давай джушь зачитывай викония чисто изгоняешь нежить корган статурку паука использовать не давай берсерк входи фаербол кидать некуда что можно сделать еще можно ускорение на нас бросить можно пауков призвать ускорение пойдет сейчас если придется убегать то пойдет или его сэкономить давай по пожирателем атаковать этот испугался сразу давай вот этого атаковать хорошо джахера шо сделать тебе такого сделать защитную гармонию читаем просто зомби пошли этот пожиратель бежит это шо такое вордолак вордолак они уже сражались ишима отступай ишима отступай викония изгоняй нежить и отступай тоже ишима сюда все перегруппироваться джахера атакуешь зомби атакуешь зомби атакуешь зомби меня бою не боюсь этих пожирателей этот присмерки потому что у нас заработает вовсю работает наш огненный элем но их достаточно много здесь викония в центр и изгонять читай свои молитвы слушайте а пожиратель случайно не за дверью шоу работает еще раз изгнание нежити надо наверное зомби на нашей стороне а потому что забыл совсем у злых клириков изгнание нежити работает немножко не так она может призывать на свою сторону давайте сражать их потихоньку а зомби вот этого посылает оружие не работает у кого-то попрошу показать у кого непонятно элементарь огня морские атаки делает там у виконии к жизни работает викония ты давай на самом деле продолжает их изгонять ты сюда изгоняющих мы тут сражаемся уже вовсю первый готов вардалаг может удерживать да не ребята давайте не спешите лент тут будет сражаться вы вот так сражаетесь магии туда добавить зомби опять наш но зомби пусть сражается элем огня как все чувствуют вообще без повреждений господи но мы их сейчас раз разуплотним просто просто разуплотним вардалаг испугался скелет испугался только девчата стоят в опасной в опасной близости вот командира правда пробивают вот это не есть хорошо хилишь себя тут же хотя защитная гармония гармония на тебе очень странно что тебя так пробивают давайте этого скелета заберем огромного скелет воин с тяжелыми ранами он сильно пробивает джоша на самом деле давай и хп из него и так вот выкачаешь слушайте убить может сейчас нужно отступить отступить готовы все молодые люди зомби идет вперед на разведку элем огня как все чувствуют вообще без повреждений и туда выбежал еще пожиратель командира надо хилить давай захилим тебя большим хилом сам себе захилишь яшима с одной стороны должен обезвреживать эти две ловушки с другой стороны мы их уже потеряли из вида зомби пошел вперед все двери открыты куча драгоценностей лежит пишем а и все опять ловушки которые потому что заклинание закончилось да не 1 шли и шима обезвредить незамедлительно щит первая готова вторая пожалуйста готова хорошо здесь что еще это вампир а вот вампир это уже серьезно слушайте командир есть заклинание есть защита от негативного плана кто будет танковать наверное пусть танкует пусть танкует корган викония на кого еще накастовать защиту от негативного я брал 2 давай на виконию еще вот так и шима обезвредить ловушку чтобы мама мы могли тут и вампир начинает выкачивать уровни из зомби слушайте но вампира просто так не убить вампира просто так не убить я шима провести разведку где там вампир вот он там давай-ка ты ему стрельнишь стрельнишь раз и зомби отведем зомби отведем вампир же регенит при каждом ударе нужно перегрузить проваться и атаковать вампира наверное ловушкой безвредили только джош никуда не идет потому что защита на от негативного плана только не только висит на виконе я думаю обновить защитную гармонию не будет лишним еще ловушку нашли вампир готов вампир готов но вампира надо как убивать надо в гроб ему когда он будет спать он сейчас в облако перевод превращается надо ему колья эти загнать которые решили нашел нашли еще ловушку кому там плохо а это у корона закончился его берсерк лема посылаю вперед слушайте да это вся комната господи как то просто все прошло обезвредить ловушку незамедлительно яшима и попытаться отыскать остальные вампир улетел зомби теперь против нас зомби да мы заберем сейчас все готово отлично по моему если бы здесь все как следует очистить его равновесить природа могла бы найти здесь дом ну как то на самом деле не очень здесь приятно же хера что-то что не говорит пишем а продолжает искать ловушки и сейчас будем производить невероятную разведку элем очень долго длится и это неплохо можно ли элема вывести отсюда потому что один из мороков улетел туда нельзя ловушки есть еще работают все работает хорошо что там произошло ничего не произошло и шима придется сейчас обыскивать наверное каждую из комнат каждую из комнат с поиском ловушек тут ничего нету говорит яшима тут у нас шо тут тоже ничего нету куча лута лежит уже а тут у нас что надо найти обязательно групп вампира его уничтожить потому что он же сейчас восстанет вот эта дверь еще заперта яшима вампир куда-то сюда улетел я думаю это первоочередная задача найти этого вампира потому что это же это слушайте или куда он улетел цаплят здесь какая-то такие вот и такие не не могу найти гроб с этим вампиром крики какие-то страшные гроба нет говорить яшима шо делать командир еще одна закрытая дверь здесь что здесь тоже непонятно шо здесь стена возможно секретные двери какие-то будут гроба нигде нету на ли а говорит совсем нету не нравится чем наше топтание на месте помогает несчастным слушай на ли я попрошу успокоиться потому что грабим гробницу перегруппироваться вот таким вот образом кто-то орёт невероятнейшим образом тоже надо открывать двери и лутать я думаю мы начнем того что будем лутать здесь здоровенный меч и шлем здесь шо здесь какой-то свиток невероятный что за свиток такой защита от магической энергии 6 уровня произносимое заклинание дарует полную неувязвимость ко всем атакам с применением магии таким как магический снаряд или ужасное увядание оби далиама эффект заклинания сохраняется в течение всего времени неплохое заклинание очень серьезная я бы сказал двери остались двери остались вот здесь заперты джош их открывает заходит сюда и шо и ничего не видит здесь еще какой-то вар какая-то ваза в вазе куча снарядов неплохих дротиков и драгоценностей это что у нас такое защита от электричества но это магическое это арканный спел такие заглядания есть у нас у клириков тоже и у друидов это давай виконии передай потому что викония там жаловалась что у нее снаряды не работают на задачи виконии здесь строго заниматься строго не жить его да мы подберем пока что все драгоценности и спрячем их бережно в сумку потому что нам надо в 11000 сейчас у нас купили эту лицензию вот это все дротики надо подобрать и передать конечно же налии потому что налия ими тоже ну а такой дротик плюс один добавка плюс 11 до 3 плюс 1 метательный колющий но каких-то магических может пробить кстати у тебя заканчивается стрелы давай переключись на дротики на самом деле нам я только надо проконтролировать момент чтоб чтобы у тебя они не закончили самый ответственный момент и чтоб ты не это не стреляла не стреляла не пошла в рукопашный бой ну вроде бы здесь все у меня волнует еще вампир пирамиду нам надо выходить потому что туда улетел морок если клирик изгоняет нежить то он не изгоняет до конца и и а ну-ка давайте этого морока найдем куда он улетел гробницей куда-то сюда улетел здесь его нету ладно возвращаемся но один из этих теней но мороку пожирательным тут назвался почему так называется по-моему это высшая тень какая-то должна быть так что дальше где твоя книга козы куран что-то не можем ничего найти ловушкой обезвредили и врагов панут здесь кажись что-то нужно быть здесь должен наверное секретный проход быть потому что здесь нам пока подсказывается коридор коридор ну действительно нашли его ой-ой-ой давайте и лема туда пошлем в разведку и лем еще есть слушайте лем очень долго очень долго длится его действия лем пошел вперед на разведку викония задачи виконии и кстати выключен у меня здесь потому что викония не хочу сценарии включать пусть викония изгоняет строго изгонять нежить это ее оперативная задача на вот эти данжи тестуют двойной по двойной поиск ловушек чтобы он просто был и мы будем по два шага идти вперед впереди кто тут такие это у нас мумии туда можно фаербол засандалить почему потому что на огненного элементария огонь не работает так что на ли я спокойно туда фаербол засаживает а и огненный элементарь теперь на нас сагрился потому что на ли по нему же и засадила придется кастовать наверное защиту от огня на нас на что еще сделать можно можно паука сюда призывать на самом деле можно включить и и и про и про атаковать и в дальнем бою дальнем бою лям летит на нас уже вот это плохо слушай это плохо но мы его пробить не можем оружие не действует мимо сейчас уничтожим но опыта за него вряд ли получим потому что он же наши призваны сейчас мумия чтобы нам ничего не наделала викония кричит оружие не работает викония даже оружие плюс один давай-ка что ты можешь сделать тут полезного можешь песен засчитать или блэс какой-то кинуть это что у тебя отпугивание нежити сейчас не понадобится наверное давайте песен засчитаешь пока мы сражаемся тут с элементарем тяжелые раны у него не жжа сильно пробили пью бутылку они экономлю вот эта ошибка была бросать огненный шторм шар туда викония изгоняй нежить изгоняя эту мумию невероятно вот сюда ты иди считай свою песню молитовную так элементарь огня смерть джахера на 8 его добила теперь нужно уничтожить на мумию уме обычно ничего не нам не противопоставит на самом деле значит фаербол все-таки пробивает пробивает фаербол этого пробивать давай берись стрелы присоедините оружие тоже не действует фаербол пробивает элементарь огня и мы выучили какой урок у него просто резисты просто резисты здесь коридор идет сбок мы аккуратненько заходим аккуратненько заходим здесь могут быть скрытые двери где угодно поиск ловушек работает очень страшно и надо сохраниться на самом деле очень не боюсь вампиров вот это очень серьезные противники серьезнейшие противники что здесь такое у нас тень тень и и дух перегруппироваться или нет виконии я думаю это должна изгонять изгонять всю эту нежить отсюда пусть они подлетают к нам потихоньку и будем сражаться тень мы должны забрать тень это какой-то 6 уровень много их достаточно слушайте сейчас и вот духи я не знаю что делают тень мы разбираем так откачали уровень к органу коран сильно откачали один уровень откачали значит этот дух делает атакуем их все вместе ты изгоняешь ты их изгоняешь просто изгоняешь еще уровень откачали слушайте этот дух опасный а у нас нету больше защиты от негативного плана да в виконии кажись была викония есть у тебя или нет нет ты можешь восстановление прочитать на коргана но вряд ли это поможет надо сначала наверное этих духов забрать кстати еще без повреждения мы его пробиваем вообще корган уже седьмого уровня уровень откачан и хп у него 89 первый дух готов кто его уничтожил джош атакуем второй дух строго атакуем его серьезные раны коргану еще уровень откачали готов дух перегруппироваться перегруппироваться восстановление у кого-то было остановление только у виконии у викония кастующего викония меньшее восстановление кыстует на коргана и викония устала и у меня стало потому что очень серьезное заклинание Корган, все тебе уровни вернули. Все. Девятый уровень. И ты скоро, кстати, уровень тоже получишь. У тебя 114 хп. Тебе надо лечить. Защиты от негативного плана нету, друзья. Вот это может быть опасно. Это может быть опасно. Давай на себя кожу кору. Пора бафы считать. Защиту от зла можешь считануть. Даже не знаю. Защита от страха работает. Уже закончилась. Обнови. Поиск ловушек еще работает. Поиск ловушек работает еще. Надо разведку засылать туда. Яшима, наступило твое время. Ты не спрятался и пошел. С поиском ловушек, конечно же. Потому что еще тут еще один теневой демон какой-то. Говорит Яшима. Яшима, а ну-ка установить ловушку попытайся. Щик. Не получилось установить ловушку. Ну отступай. А мы атакуем теневого демона. Потому что что еще нам остается. Он просто пробивает по коргану. Уровня не откачивает при смерти. Готов молодой человек. 2000 опыта за него. Игония уставшая. Слушайте, надо сохраниться еще раз. Трусливо. Нельзя сохраняться во времен боя. Это еще почему. Да, видать, потому что там еще не все закончено. А ну-ка перегруппироваться. Яшима опять в тени. Щик. И пошел искать опять-таки ловушки. Искать ловушки и теневых демонов. Слушайте, тут удвои бдительность, командир, говорит Ишима. Уверен, в этой теме есть все шансы угодить на вой в какую-нибудь дурацкую мышеловку. И действительно здесь пути расходятся. Ишима, надо быть очень осторожными, потому что с этой нежитью этих хай-левелов будет трудно справиться. Что у нас тут? Тут еще больше расходятся пути. Какие-то статуэтки. Ишима находит ловушку. Ишима ее тут же обезвреживает. Молодец, Ишима. Опять в тени не получилось. Вот она поиск ловушек. Остальную партию подводителей нет. На самом деле хотелось бы выйти и отдохнуть, потому что заклинаний мало остается. Против нежики. Наверное пойдем в этот коридор сначала. Слушайте, а тут что-то можно сделать с этим гробом. Но вы наверное сейчас нам напишут слишком далеко, чтобы это использовать. Да? Ишима, еще раз в тени. Ишима, знаешь что? Ты пойдешь, так что ты попробуй еще раз свою ловушку невероятную установить где-то вот здесь. И не получается у тебя, Ишима. Что же ты будешь делать? Ну попробуй обычную. Вдруг оттуда вампир какой-то вылезет. Говорит Ишима. Ловушку установить не удается. У тебя 50. То есть 50 на 50. Угу. Как-то так оно работает. Да, Ишима? Ловушку установить не удалось. И остается у тебя одна. Ну давай хоть себя не порань. Коварнейшая ловушка для неосторожных ног. Хорошо, Ишима. Открывай здесь бочку. 40 стрел, драгоценные камни, золото и ожерелье. Стрелы плюс один. У тебя есть вот этот деревянный кол. Легенда ограна гласит, что вампир, пронизенный им, навечно успокоится. Хотя для того, чтобы это сделать правильно, например, Вероятно, нужно, чтобы вампир не двигался. Но есть подозрение, что он может быть там. У Ишима, кстати, нет бутылки. Надо это сейчас срочно исправить. И командир еще одну бутылку выпил. Очень страшно, друзья, в этом подземелье. Бутылок я забыл закупить. Вот я дал. Бутылок практически ни у кого нету. Надо всем раздать, чтобы у всех было хотя бы по одной. Корган, давай эту бутылку Ишима. Защита от страха работает. Это сюда. Эти стрелы обнови, потому что по этой нежити уже не работают простые стрелы. Это прячем сюда. И, в принципе, место у нас еще есть. Так, Викония. Отстреляла пару этих. Здесь дротики. Хорошо, может тебе тоже стрелы плюс один. Давай стрелы плюс один. Мы будем экономить. Ишима, шаг вперед. Идешь поиск ловушек, шаг вперед. Ловушка здесь стоит. Два шага вперед. Нашел ловушку. Хорошо, понятно. Обезвредить ее незамедлительно. А ну-ка давай. Чик. Молодец, Ишима. И попробуй с этой штукой пузырь. Вы можете открыть этот церковь, если захотите. Сможем ли мы убежать, если захотим. Ну, допустим. Какая-то нежить выбирается из саркофага, бормоча злобные слова на древнем языке. Тварь обращает на взгляд мертвый глаз. В то время, как вы отскакиваете в ужасе. Ну, Ишима убегать. Строго убегать. И Джош строго убегать. А здесь строго изгонять. Ловушка сработала на 5 урона. Ну, как-то не очень, не особо. Атаковать скелета и Дикония изгонять его. Изгонять его. Скелет воин. Плотный достаточно. Надо бы защитную гармонию обновить здесь. Да, у нас еще остались или нет? Осталась еще одна. Чик. Угу. Ну, идет сражение с скелетом воином. Легкие раны у него. Плотный достаточно. Смотрите, какой здоровый. Здоровенный просто. Пробивает командира. Угу. Чтоб не убил тут. А ну-ка, Джош, отступи. На два шага и себя захиль. Обилок уже не осталось. Сила есть невероятная. Угу. Взбивает тебя каст. Отступи. Отступи. Теперь он переключится на Коргана. Переключается на Коргана. Что сделать с ним? Давай рок по нему, чтобы он меньше попадал. Что-то не сильно. Слушайте, сильный-сильный скелет какой-то при смерти. Корган, пить бутылку или нет? Отступи тоже, Корган. Нужно забрать его. Чтоб ты не часто не убил. Еще и электричеством пробивает. Корган убегает, чтобы перегруппироваться. Викония говорит, сколько можно погонять меня, как рабыню? Встаем немедленно, я сказала. Говорит Викония. Викония, почему ты не изгоняешь его? Корган, я хочу сэкономить бутылку. Давай переключайся на дальнобойное оружие. Командир, что сделать? Лечиться или нет? Или мы его добьем? Он при смерти. Давай спрочи по нему будешь. По скелетам хорошо должно заходить, но он пробивает электричеством. Готов, молодой человек, скелет воин. Теперь точно придется отдыхать. Что у него было? У него какой-то жезл был. И свиток. Ну-ка, давайте копье у него было. Очень странно. Викония, сможешь опознать? Нет? Ну, Налия должна опознать. А ну-ка, давай посмотрим. Копье плюс один, зимородок. Угу. Копье зимородка плюс один. Покрытое сплавом золота и серебра, рукояти этого копья гудит от магической силы. Время от времени голубые вспышки энергии проскакивают по всей длине копья, подзаряжая его. В битве, поражая противника, оно причиняет дополнительный электрический урон. Плюс один и плюс один. Ну, такое. Такое на самом деле копьецо, да? И свиток, свиток, очевидно. Свиток защиты какой-то. Ну, у тебя уже нет заклинания, ты его опознаешь в следующий раунд. Нам надо спать, очевидно. И нам нужно перегруппироваться. Серьезный скелет был. Надо было сразу урок кидать по нему. Что можем сделать? Можем засчитать общий хил. Вот как-то так. Можем вызвать Дриаду. Она обновит общий хил. И Дриада пойдет вперед на разведку тогда. У нас еще друидских заклинаний много, достаточно. Щит. Ну, я бедительно, это говорит не Шима. Шима, да, тут очень опасно все, очень серьезно. Дриада, давай лечи всю партию, не надо лечить на самом деле. Давай кожу кору на Коргана. Коргана еще с сильными заклинаниями за лечим, которые у нас остались. Вот так и вот так. Я думаю, еще не нужно еще отдыхать. Мы еще можем справиться с опасностями. Главное, чтобы Ешима сделал качественную разведку. Ешима, идешь вперед. Главное, чтобы вампира не было. Вампир можем сейчас не одолеть. Не одолеть. Подставим Дриаду, если что. Ешима, в тени. Не получается в тени Ешима, говорит. Здесь была ловушка. Значит, от этого места отталкиваешься. Остальные перегруппироваются. Там кто-то орет, говорит Ешима. Слушайте, страшно. Командир, меня туда посылать? Что тут у нас? Тут мумия просто. Ну, мумия это такое. Ешима, выстрел произвести? И ты промахиваешься. Хорошо, Ешима, отступай. Отступай. Мы ее так должны забрать на самом деле. Сейчас она к нам подойдет, и мы на нее нападем. Нападем. Горган переключится на оружие. Можно паука еще призвать на самом деле. Давай спробуем, как это работает вообще. Паук призван. Хорошо. И паук, какой у нас? Киттикс. Ну и паук будет сражаться с мумией. Да, а мы будем сражаться тоже. Можно в дальнем бою, только Джохера, только Джохера будет атаковать вблизи. Джохера, иди вперед. Джохера, ты можешь на самом деле рог по ним бросить какой-то, что да. Вот так, как там. Что да, оружие? Черт, а вы, твари, иммунитет, говорит Корган. Ну Корган, тогда сама судьба тебе идти в атаку. В ближний бой идти. Джохере тоже. Мумия как серьезная рана. Все чувствуют. Включаем. И... Мумия бросается по сброске невероятнейшим образом. Против заклинаний нашей дриады. Хорошо, мумию сделали. Я думаю, нам всем в коридор не надо врываться. Яшима будет дальше идти через разведку. Через разведку. И дриаду мы пошлем куда-то сюда. Яшима, давай в тени. Чик, получилось. И поиск ловушек. Идешь вперед. Идешь строго вперед. Ищешь ловушки нам невероятные. Здесь видим еще какие-то статуи. Видим... Ничего себе. Мумия, мумия. Вурдалак и вурдалак. Вот эту всю толпу можем не забрать. Туда хотелось бы какую-то невидимость сделать и фаербол закинуть. Поэтому Налия идет в невидимость. Ишима, есть еще ловушки? Что есть? Там у меня это щита не то, что нужно. И ловушек нету. Отступаешь. Отступаешь в керри. Тут нам надо бафаться, чтобы по ним атаковать. Дриаду подставляем. Налия бросить в скорение или нет? Надо было фаербол туда или какую-то вонючую тучу закинуть просто. И все. Пока ты не в невидимости. И отступить быстро. Это будет твой шаг номер два. И только выключи, чтобы ты не подумала даже это. Видишь противников? Давай туда подлинное заклинание. Вот это. Какой-то брось. Они тебя увидели. Надо было поближе бросать. И отступаешь. Срочно. Угу. Фаербол вот наносит им урон. Вполне себе неплохо. Что можем еще сделать? Жизл Страха по ним не работает. И можно паука призвать. Можно ускорение на нас бросить. Налия давай сюда. Здесь надо бафы какие-то считать. Надо блесс какой-то хотя бы элементарный зачитать. Говорит же хера. Защитную гармонию у нас уже нет. Есть у нас жуки всякие. Камни кожи есть. Слушайте. Куча куча еще. Заклинаний. Можно еще работать. Угу. Налия отступает. Мы бафаемся. Дриада уже начинает читать удержания очевидно. Угу. Но на них ничего не работает. Дриаду подставлять или нет? Дриада отступает. А Налия бросает еще один фаербол куда-то сюда. Корган подожди не спеши. Викония у тебя еще куча твоих заклинаний. Есть вот отгонение нежити. Есть удержание. Есть сайленс. Куча всего. Давай вот это попробуй. Попробуй за честь. Вот это твое противо. Противо это. Мы конечно пробили нимфу нашу. Ну ничего страшного. Угу. А мы их практически всех уже уничтожили. Викония зачитала отразить нежить. Теперь они должны просто разбегаться. Разбегаться. У них там достаточно много. Слушайте. Вардалак может удержать. Мумия серьезные раны. Давай-ка ты Корган в Берсерк войдешь. В бешенство. Вот так. И мы будем их атаковать. Джош, а ты засчитаешь еще сюда жуков своих. Джохеру немножко отведем. Все это на Коргана проводим. Главное, чтобы его не удержали. Угу. И теперь Джош тоже должен вырываться. Что у тебя еще есть, командир? Есть еще призыв животных. Есть мучительное огниение какое-то. Давай просто врывайся. Просто врывайся. Мухи пошли. Мумии все ложатся. Просто. Невероятнейшим образом. А что такое с Виконией случилось? Что это такое? Отталкивает нежить. А ну Викония давай посмотрим, как это действует. Как это действует. Ага. Бестудно они отбегают. Бестудно они отбегают. Ого. Неплохо. Слушайте, Викония. Мощные мощные заклинания. Нежить просто убегает. В страхе. Так. И тут золотое кольцо. Налия попрошу его подобрать. А там еще действует наша вонючая туча. Вот это неприятно. Здесь шлем был. И здесь еще какие-то драгоценности. Зоны свежего воздуха нету. Но нужно запомнить же заклинание Виконии. Вот это очень серьезное. Очень серьезное. Сейчас закончится берсерк у Коргана. И он. Он немножко ослабнет. Но заклинание еще куча у нас. Можем еще лесных тварей призвать. Можем все, что хотим делать. Викония тоже уставшая. Что делать? Что делать? Заглинание закончилось. Есть ли у нас еще поиск ловушек у кого-то? Здесь нет уже. Здесь есть или нет? Здесь нету. Скажи. Здесь исцеление. Здесь еще куча заклинаний полезных. У тебя Викония нету. Есть защита от зла. Есть поиск ловушек. Но я тебя не... Хотя в тебя можно послать. Ты отталкиваешь нежить. Тебе наплевать вообще. Викония идет вперед. Вообще ничего не боится. Еще и изгнание читает нежитие. Только Викония не норовится на ловушку. Подходим вперед. Трусливо сохраняемся. И Викония правда уставшая, но не сломанная идет вперед. Что она говорит? Предназначение ждет, говорит Викония. Викония, смотри, чтобы предназначение это... Что впереди? А впереди какая-то урна. Ага. Викония, два шага вперед. Еще два шага вперед. Впереди две урны. Викония, ищи ловушки, я тебя прошу. Не работает. Что там стучилось? Корган получил урон. А, надо запомнить, что это... Что Берсерд Коргана ему еще и урон причиняет. Викония самостоятельно заходит... Заходит в комнату, а почему-то не пишет, что она... Не, и... И работает поиск ловушек. Это поставленный с таймя саркофаг давно вмурован в камень. Угу. Викония, поиск ловушек. Давай сюда Ешима тебе в помощь. В помощь. Ешима, идешь сюда? Слушайте, а тут надо, наверное, развернуться. На всякий случай. Вдруг там сзади кто-то нападет. Ешима, идешь в помощь, тоже ищешь ловушки. Очень страшно в этом подземелье. Викония ловушек не находит. Ешима ищет ловушки. Да, Ешима, давай. Кинжал плюс один, очевидно. И здесь ящик какой-то. Жезл. Заклинание и драгоценности. Давай сюда. Викония. Отработалась сегодня просто невероятно. Забираешь все эти побрякухи. Перегружена не нормально вообще. Это можешь опознать? Можешь. Кстати, Викония, как у тебя лор? У тебя мудрость, интеллект хороший. Но ты клирик. У тебя лор. Знание легенд не должен быть сильно-сильно. 24. По сравнению с магом, у мага самый большой. Знание легенд 27. А у вора, у вора тоже должен неплохой быть. У вора, кстати, лучше. У Ешима 33. Знание легенд. Доверие у дел дураков, говорит Викония. Мертвых дураков. Здесь такое ощущение, что двери какие-то должны быть. Виконии закончилось действие заклинания. Изгнание нежити вот этого отпугивания, отталкивания. И нам осталось еще два коридора здесь непонятных. Непонятных. Поиск ловушек есть только у Виконии. В принципе, если Виконию в невидимость и с изгнанием нежити включенным послать вперед, то можно действовать. Или лучше Ешима послать вперед в тенях. Ешима, наверное, ты пойдешь. Наверное, ты пойдешь, только мы сохранимся. Еще одну толпу такую вордолаков. Мы сможем забрать Ешима, как ты думаешь? Бутылок нету. Это плохо, надо на бутылке купить. Ешима, идешь вперед. Идешь вперед, сюда подошел. Говоришь, ага, нашел ловушку. Молодец. Подошел к ней, обезвредил. Чик. Молодец, ищешь дальше ловушки. Группа подходит вперед на два шага. Ешима говорит, впереди комната какая-то невероятная. Делаю под два шага очень страшно, командир. Что тут горят огни какие-то? На входе, наверное, ловушка. Здесь шо? Эта гробница была вскрыта и все более-менее ценная украдена. Мародеры отломили пальцы трупа. Несомненно, для того, чтобы вытащить нечто ценное, сжатое в его руках. Очевидно, кольцо. Какое-то. Подходим потихоньку. Яшима нашел еще одну ловушку. Тут же ее обезвреживает. Что у нас впереди? Мумии обычно. Яшима, произвести выстрел из теней. Промахнуться, естественно. Не отступить. Не отступить. Произвести еще два выстрела. А ну-ка, Яшима. Чик. Попал на два урона. Очень слабо пробиваем этих мумий. Могила разграблена, говорит Кольган. Эти грязные, лонючие ублюдки обошли нас. Ну, сволочи, да, они у меня, собственно, и мечи сожрут перед тем, как сдохнут. Подожди, Кольган. Мумия, говорит, пях и пахнет мясом. Проклятой жизнью. Еще законы, правила. Последний отдых хранить. Осквернители умрут. Все мясо. В том козы исчез. Студент, не вози, будет проклят. Или умри со мной. Слушайте, это босс какой-то, раз она говорящая. Последний раз меня подставляли эти пьянорожи об адрестанце. Ну, ладно, пока что нам надо упокоить пару ходящих мертвецов, а там возьмемся из-за тех, кто еще мнит себя живыми. Подожди-ка, Кольган, не спеши. Эта мумия какая-то более чем серьезная, говорит командир. Так что, Джихера, давай по ней сразу вот это. Заклинание, решима отступить. Здесь что? Охранный символ, давай, что-то не сюда, куда-то в иконе. Ты, Кольган, что будешь делать? Ты пока шестой просто на месте, ничего больше не делай. И уже впускаем в ход заклинания. Пускаем в ход заклинания. Что кинуть? У нас еще пауки есть. Давай призовем пауков или нет? Давай просто атаковать ее огнем. Просто огненной стрелой. Летит вот так, огненная стрела. Очень долго читается от в иконе ее заклинания. Но мухи полетели, я думаю, сейчас в иконе бросит свое заклинание, и мы отступим, перегруппируемся. Мумия очень медленно, как вы видите. Мы перегруппируемся, ее потихоньку начинает кусать наши жуки. И надо какой-то блес бросить, наверное, очевидно, да? Элементарный. Элементарный. А здесь изгонание нежити, или что можно сделать? Можно удержание по ней попробовать, или сон, или защиту от зла. Давай защиту от зла, лишним не будет. И можно еще одну огненную стрелу себе позволить. Или что, или ускорение, или стан. Давай в стан попробую ее. Чик. Сейчас блес полетит, и, слушайте, мумия ускорилась? Мумия ускорилась? Ну, теперь атакуем. Защита от зла прошла. Сейчас должны ее разобрать. Я трижды спляшу на их могилах, говорит Корган. Клянусь, воровать у меня из-под носа. Я старался, разнюхивал, где этого черного книжонка лежит. А эти доблоклюи взяли да унесли ее. Корган очень разозлился. Угу. Надо валить. Могилка скверлена еще не простыла. Ежели мы быстро сейчас метнемся к пылинку, и посмеем раньше этих дураков, может, перехвачу их с моим добром, и грохну потлатого. Я с тобой. Тогда вперед к победе и к трофеям. Потому что, да. Помочь Коргану найти книгу козы. Что-то мы еще в дневнике записали. По дате давай. Похоже, что книгу козы унесли из склепа бывшие товарищи Коргана. Мы должны отправиться в дом пылинка в районе храмов. Может, удастся догнать их и отобрать книгу. Угу. В храмы еще идем. Могильщик Сэтл имеет обыкновение отворачиваться, когда похитители живем закапывали людей. Ему платил мужчина в красном, но Сэтл не смог рассказать только то, что видит, как тот в районе моста. Но по квесту Коргана надо идти в храмовый район. В принципе, это неплохо, потому что, если тут сейчас еще под конец что-то произойдет, то охранный символ здесь у нас произойдет сейчас, говорит Викония. Мы бросила его туда, а он не сработал. То есть, его надо обезвредить, наверное, перед тем, как заходить. А чем мы его обезвредим? Наверное, лесными... Пожертвуем лесными зверями. Потому что этот символ, по-моему, и по нам работал. Вот пожертвовали, пожалуйста. Дешима, под защитой от... От жила идешь вперед. Идешь вперед. Охранный символ Виконии себя сегодня не оправдал. Заходишь вперед, включаешь поиск ловушек здесь. Что здесь у нас? Ой-ой-ой. Здесь еще скелет воин, где скелет воин. Дешима, разведай полностью обстановку. Может, здесь еще что-то есть. Здесь еще какие-то две вазы. Отступи. Дай выстрел по скелету воину. Оба идут на нас. Что еще можно сделать такое? Это не поможет. Доспех можно на себя кастануть. Можно силу на самом деле кастануть, чтобы их разобрать побыстрее. Вот так. Здесь сейчас бешенство пойдет. Твоё. Здесь что пойдет? Блэс нужен? Нет. Исцеление. Мужики еще есть. Это сейчас полетит. Блэс... Ну, надо бы обновить на самом деле. Здесь ускорение пойдет на самом деле. Или ускорение еще... Давай паука призови. Обычного. Яшима отступает. Скелеты медленные. Сюда. Здесь... Что же можешь сделать в иконе? Может на самом деле их попытаться удержать. Когда они подступятся к нам. Попытайся удержать. Паук сражается с первым скелетом. Здесь летят в них жуки-пауки наши. Да? Призыв вот этого роя насекомых. Чик. А остальные атакуют. Остальные атакуют. То есть Джош, Корган, Наля и Яшима атакуют скелетов. Что они удерж... Зачем паук к нам телепортировался? Не могу понять. Удержание на них не работает. Дикония, иди сюда и изгоняй их. Потому что они начинают уже пробивать. Изгнание нежити. Тут строго читай. Пробили Коргана? Не сильно. Достаточно он выдержит. Здесь надо какие-то заклинания по ним уже бросать. Давай огненную стрелу. Джош должен хорошо сейчас пробивать. Но Джош тоже хорошо пробивает. Чтобы нас тут не убили. Потому что скелеты воина очень плотные. Первый готов, молодой человек. И теперь на второго переходим. Сражаем его все просто. Изгнание нежити, что-то не сильно работает. Давай в сон его попробуй. Щит. Не работает сон по нему. По велению. Просто атакуй его в Икония. Просто атакуем скелетов воина. Он присмотил уже. Джоша пробивает. Добьем его или нет? Слушайте, боюсь за командира. Нормально. Нормально все прошло. Перегруппировка. Но тут уже трудно было. Тут был вампир. И тут, да, такой тяжелый. Мороки вот эти все здоровые мечи у них. Что там такое за крики пошли? Не могу понять. Попрошу успокоиться. На ли это. У тебя уже места нет. Ну, Яшима, придется тебе. Тут у тебя тоже места нет. А Викония еле несет этот меч двуручный, здоровенный. На. Что ж ты будешь делать? Тут бутылка еще одна. Давай ее Коргану. Передадим Коргану. Сейчас это все пойдет. Корган будешь сейчас тоже опознавать. И стрелу понесешь. Можешь нести? Можешь. Что у тебя тут? Кинжал плюс один. Ну, его можно Коргану передать. Эти арбалетные болты надо было продать. Угу. И стрелы перезаряди на самом деле, Яшима. Чтобы быть готовым. Должен извиниться. Больше не могу ничего нести. Я не привык отыскать такие грузы. Совсем мне это не нравится. Говорит Налия. Попрошу Налия успокоиться. Все под контролем. Лечим Коргана легкими хилами. Потому что уже... А, исцеление есть. Давай исцеление затестим. Как работает. Исцеление еще и слепотум. Должна снимать и вообще все хп восстанавливать. Но будешь ли ты истощена после этого джихера? Не, не будешь. Нормально. Что осталось? Два шлема. Довыкинских таких. И все. Яшима, оперативная задача опять в тени. И поиск ловушек здесь организовать. В этой гробнице. Никого тут больше нету? Никого нету. Поиск ловушек организовать незамедлительно. Паук еще с нами есть. Видите? Всех заклинаний нам в принципе на один данж хватило. Еще осталось ускорение. Ускорение еще дает дополнительные, по-моему, атаки в раунд. То есть можно тут... Тут еще стрелы волшебные. Комбинированный лук. Но такое на самом деле. Интересно, можно ли будет продаться в районе храмов. Здесь бутылка. Причем очень хорошая. Эти стрелы Яшима. Яшима все опознал. Стрелы. Хорошо. Этот жезл страха давай куда-то сюда. Викония его же может использовать на самом деле. Да? Насколько я помню. А ну-ка давай это проверим. Викония, кажись... Да, может использовать жезл страха. Тут нет места уже. Тут потому что у тебя... Это давай меч сюда передай. Хорошо. Этот меч сюда. Это сейчас все продадим. Эти двуручные мечи. Опознаем. Правда, я вот уволил... Уволил Айри. У нас теперь некому опознавать. И продавать выгодно. Ну, будем, значит, невыгодно продавать. Не будем больше этим заниматься. Или Джош просто будет всем продавать. Харизма 18 так и будет у нас. Бутылку давай сюда. По-моему, бутылка защиты, да? Взяли защиты. Класс защиты устанавливается на ноль. Кому нужно? Магу, наверное. Чтобы мага прикрыть, если что. Вот так. Заклинание. Продумал, пока вот тут ходили мы. Можно давать невидимость на Виконию. Кастовать на нее отталкивание нежити. И изгнание нежити. И... Ну, только надо, чтобы у нее высокий уровень был. Потому что здесь она пока что их только изгоняет. А не уничтожает. Что сейчас делаем? Да идем впарим все. Очевидно. И... Быстро все впарим. Угу. И закончим квест Коргана. Мы, кстати, еще не... Не все зачистили на самом кладбище. Потому что там еще остались... Там еще остались склепы, в которых мы не были во всех. Господи, кто тут кричит? Как страшно. Сохранимся, наверное, перед выходом. Потому что может быть опасно сейчас. Книга козы. Так, переходим. Переходим. Что здесь? Гробница окружает вот таинственная тишина. Это мы все уже знаем. Как тут быстрее выйти? Попрошу мне показать. Или здесь, или здесь. Давай выйдем здесь где-то. А это что? Это энтеринг. Это мы поставили еще один вход, который не подписан был. У вас тут такое чувство. Угу. Ну, мы неплохо сюда зашли. Убили дроу с пауками. Статуэтка паука. Получили. То есть, можем теперь призывать себе много самонов всяких. Нормально вполне. Нужно быстро и решительно впариться. И, я думаю, мы на променад сгоняем. Потому что я хочу в Виконии купить... Викония себя отлично проявила. Надо ей купить обязательно пояс силы. Потому что она еле несет. Нам надо побольше персонажей, которые, в принципе, могут нести. Угу. Или даже не Викония кому-то другому ему передать. Джохейри, например. Потому что у Джохейри... Кстати, рассвело уже. Нет. 21.00. Под вечер вышли. Под вечер вышли. Кто там застрял? Попрошу не застревать на кладбище. Здесь еще, видите, куча могил. Угу. И мы здесь явно не все обсмотрели. Здесь еще какие-то проходы. На кладбище надо вернуться. Но, я думаю, нам следует перегруппироваться. И засесть в кабыке на променаде. Например. Например. Чтобы опознать хотя бы вещи и их продать. Угу. Так что пока что перейдем на променад Вакин. Угу. И нам надо в храмовый район. Подожди. В храмовый район. Аж там. Мы там еще... Мы еще все правительство не осмотрели. В доке еще. На мосте еще там квесты. Господи. Еще вне... Вне аскотлы у нас. Нас ждут. Что такое? Что это такое? Тут на нас... Ораги нападают. Страх быстро сюда. Что можно сделать? Слушайте. Сейчас можем мы тут не справиться. Ускорение быстро счета. И тебе надо отступать вообще. Страх полетел. Прошел страх перегруппироваться. Нападение невероятное. А это кто такой? Работорговец тут. Ничего себе. Нешива. Ну давай на это переключись. На катану. Ничего себе. Что можно сделать такого? Фаербол бы зашел. Не хочу тут кастовать фаербол. Что есть у нас такого? Есть какие-то быстрые блессы? О, вот это есть. Вот это сейчас хорошо зайдет. Сейчас мы им покажем силу природы. Угу. Незамедлительно закастовать два подряд заклинания. А Коргантон танкует. Танкую работорговца. Багов главное отвезти. Чтобы их не убили. И все. Коргантон врывайся в толпу. Давай кастуй свой берсерк. Чтобы туда не пробили. Отключаю. И... Налия. Бросаешь ускорение на самом деле. Налия еще может в тени скрываться. Нападение неожиданно достаточно. И что она стреляет из лука. Молния полетела. Викония как себя чувствуешь? Отлично себя чувствую. Говорит Викония. Отступи. И быстро засчитай удержание тут на вот этих молодых людей. Джош. Срази вот этого парня. Коргантон тут уже их разбирает на части. Коргантон в ярости просто. Удержание пошло. Молнии... Молнии их сражают. И все. И ороги готовы. Ничего себе. Посмотрите какое нападение. Работорговцы изместят нам. Судя по всему за то что мы сделали. Перегруппироваться. И лута просто миллион. Надо забрать все. Обязательно. Каким образом мы это все заберем? Слушайте. Короткие мечи. Плюс один. Да мы богаты сейчас будем. Викония. Понимаю что тяжело. Но придется нести. Придется нести невероятный лут. Что здесь стрелы вот эти. Давай сюда. Опознай их сразу. И сразу же в один стек. Даже не так. Коргант. Вперед лутать. Вперед. Вот это такое. Золото только. Это такое. То есть эти парни. Эти парни были обычные. А вот и работорговец. Очевидно был серьезным мечом. Драгоценный камень. Здесь что еще у нас? Стрелы. Короткий меч. Комбинированные луки по 20. Наня тоже бери. Давай. Вот это бери. Дружба. Еще есть то что нужно. Просто то что нужно. Как знали работорговцы. Пангон сделали. Это царский. Наня не уставшая. Нет. Наня. Давай сюда. Учи заклинания. Конечно же. У тебя это получается. Его. Здесь вот это удаляй. Вот это удаляй. Это записывай. Это удаляй. И вот это записывай. И вот это записывай. Опознание. Все. Все. Все залутали. Мы еще под ускорением. Переходим на променад. Смотрите. Даже с кладбища выйти не это. Видимо кто-то нас сдал. И нас спасут уже по всему. По всей оскотле. На термоторговце. Ну еще. Мы им еще преподнесем сюрприз. Так. Пришли на променад. В темное время надо идти отдыхать и опознавать вещи. Огромное количество вещей которые у нас есть. Я думаю я этим займусь за кадром. Друзья. Как-то так. А покупкой уже займусь. Покупкой уже займусь. Начнем мы следующую серию с покупок. Прямо видите. Все торговцы есть здесь. Ночью. В отличии от первой части. И в магазинах тоже они есть. То есть здесь ночью нельзя так врываться. Как хорошо под ускорением лежим. И выключить. Потому что там. Мара. В кабак зайти. И отметить победу над нежитью. Незамедлительно. Угу. В какой из них нам нужно зайти. Кстати. Тут царский был. В Митрест. Да. Или в приют семи печали. Ну пойдемте сегодня в Митрест. Я думаю мы можем себе позволить гульнуть. Вот сюда куда-то. Вот сюда заходим. И все. Сейчас себе снимем комнату. Коргану плохо. Потому что. Закончилась его обилка. Ничего страшного. Снимаем комнату. Добрых вестей тебе юный странник. Добро пожаловать в этот Митрест. Чем могу помочь? Я хочу. Конечно сэр. Хочу на самом деле королевскую. Цена 16. Господи. Как дорого. Воистину непомерная роскошь. За такую же непомерную цену. Кровати наполнены мягчайшим пухом. Убранные лучшими калимшанскими шелками и леном. Отдых здесь практически занимает неделю отдыха в комнате попроще. Хотя и сомнительно. Чтобы кто-то кроме королей мог позволить себе такие затраты. Арендуем конечно же. Мы заслужили. Мы заслужили. И. Но мы же все равно присутствуем. Ну что ж ты будешь делать? Ну. Подайте эту жалобную книгу. Пожалуйста. Все. Чем займемся? Я думаю мы займем вот этот столик. А я опознаю вещи. Вот. И потихоньку. И в следующей серии начнем с того, что на променаде продадимся. Легонько. И закупимся. Может нам хватит на артефакт. Корган сегодня герой дня. И Викония герой дня. Потому что. Как клирик отработала отлично в том данже. Так что давай Викония занимай главенствующее место. Здесь. Все что-то столпились. У Коргана нетерплячка. Потому что очевидно хочет. Хочет это. Но Коргана надо тоже с ним держать ухо во строп. Потому что видите. Его бывшая партия его судя по всему. Бросила. Или он ее бросил. Это непонятно. В следующей серии. Начнем прямо отсюда. Но вещи будут уже опознаны. На аллее передам кольцо. Пойдем впарим это все. И купим возможно Виконии пояс силы. Пояс силы. Чтобы поставить ей силу на 19. Потому что. Чтобы она хотя бы могла. По более серьезной доспехной. Надеть. Ну хотя она и так в. В дальнем бою. И. В принципе. Но хотелось бы клирика более боевого. Такого. Чтобы она могла тоже в мели переключаться. Когда будет. Нужда такая. Вот так. Как-то так. До свидания друзья. Неплохой. Неплохой. Рейд на нежить. Был у нас. В следующей серии продолжим. До побачення.